Расскажите уже про вашего мужа. Где он? Не веришь, что он у вас есть? Или где-то далеко? Он скоро будет с вами. Неужели всё и дружба кончена? Любовь без денег или деньги без любви? Он у вас сидит и этим всё сказано. Какие-то обиды, и я уже забыла про то, что папы там не стало рано, и как он себя вёл, да? Я начала вспоминать, ах, мама, вот. Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. Сегодня у нас будет видео вопрос-ответ, которого давно не было. Я в своём инстаграме, как всегда, сделала пост. Смотрите, вот он, последний пост. И более ста вопросов поступило от вас. А я понимаю, значит, у вас до сих пор ко мне остались вопросы. Я хочу скорее на них, на все ответить. Давайте поедем по порядку. Постараюсь быть откровенна. 118 вопросов вижу. Утром было 116, ещё добавились. В общем, поехали. Итак, первый вопрос. Добрый вечер, хорошо выглядите, спасибо. У меня такой вопрос. Стоит ли увольняться с работы, пока не нашла новую? Если касаться именно моего взгляда, то я лично увольняюсь с работы тогда, когда больше у меня вообще нет терпения находиться там. Вот просто не хочу, и всё. И я никогда не заставляю себя что-либо делать. Ну, вот так вот в жизни было всегда. Я могла уйти в никуда, могла остаться без денег. Мне не привыкать жить без денег. Да, и как-то для меня найти новую работу никогда не было проблемой. Есть люди просто, они такие, знаете, они боятся. А вдруг, а что будет потом? Неуверенные, да. Но таким людям, наверное, может быть, сначала лучше подыскать что-то новое, а потом уже увольняться с работы, к которой они привыкли. В общем, слушайте своё сердце, и оно вам подскажет. Какая диета или какое питание из тех, что ты пробовала, больше всего понравились и дали желаемый результат, об этом я тоже говорила уже. Я участвовала в марафоне. Вот самый полезный и самый прям классный эффект, и чтобы я понимала, что я правильно питаюсь, что я правильно занимаюсь, делаю всё по правилам, это был марафон Алены. Девочка у нас в Ростове здесь, и она частенько делает марафон. Она сама фитнес-инструктор. И вот, ну какая диета там была? Мы высчитывали калории, мы не ели ничего жирного, мы исключили фрукты, молочку. Мы прям были на сушке, знаете, такая сушка была. Плюс она нам давала упражнения на определенные группы мышц. Через день мы занимались, она скидывала нам упражнения, и мы просто там 30 минут в день это делали. И нужно было находить 10 тысяч шагов. Ничего особенного, но эффект поразил. У меня тогда было 60 с чем-то, я хотела 54 или 55. В общем, я достигла своего результата и была такова. Все остальные диеты, которые я пробовала, я не совсем уверена в их полезности. Привет, как думаешь, кем будет твой сын, когда вырастет? И что он вообще говорит на эту тему? Ну, по поводу того, что ждет его в будущем, он еще не говорит на эту тему. Я думаю, ну для меня главное, чтобы он вырос хорошим человеком и был счастливым. Почему, когда приезжаешь в Москву, не останавливаешься у своего любимого? Девочки, я вам не все показываю. Я останавливаюсь где нужно и провожу время так, как нужно. Но что касается моего любимого, моей личной жизни, я стараюсь освещать этого меньше. Как тебе жить в Ростове? Какой район симпатизирует? Мне нравятся районы Александровка, Сельмаш, потому что это такие мои родные районы. Мне очень нравится Северный, это новый район. И мне очень нравится Центр, вот сам Центр, Садовая и вот набережная, Садовая, Пушкинская. А ну вот и туда уже к Северному, на Гибино, на Горизонт. Вот эти районы мне нравятся. Что со здоровьем? Ну вот непонятно, еще не выяснили конкретно, что со здоровьем. Вроде бы как остаточное от болезни. Ну, ждем. Какие процедуры делала для лица? Есть ли эффект от биоревитализации? Процедуры для лица я делала только чистки. И единственное с уколочками, что я делала, это биоревитализация, да? Я увидела эффект с первой процедуры, вторая, третья уже для меня были незаметны. Поэтому вот, ну, лечить на доле моего лица достаточно просто одной процедуры сделать, поддерживать ее там, как сказала моя косметолог, раз в два месяца. Но я решила сейчас, что вот сделаю ботокс. Как только будет возможность, я пойду сделаю ботокс. Надеюсь, там будет еще более эффект, результат классный. Но после первой процедуры биоревитализации мне понравился эффект. Елена, сколько зарабатываешь на YouTube? Достаточно, чтобы чувствовать себя неплохо, но хотелось бы больше. Еленочка, когда планируете второго ребенка? Девочки мои хорошие, я не планирую. Вот я сейчас не планирую. Будет, будет, как бы, да? Никто не делает ничего конкретного такого, чтобы детей там не было, да? Но и планов тоже нет. И, в принципе, если у меня будет один ребенок, Денечка, да, я достаточно. Потому что морально и нервная система моя, как бы, не уверена, что я вообще потяну второго, если честно. Хочется узнать про твоего отца, если можно. Расскажи про него, а то я как-то спрашивала, вы проигнорировали вопрос. Нет, я ответила на этот вопрос, коротко и ясно. В 13 лет моего отца не стало. И с 13 лет мы только с мамой. Расскажите уже про вашего мужа, где он, не верит, что он у вас есть, или где-то далеко, у нас скоро будет с вами. Он у вас сидит, и этим все сказано. А вы сидите, ждете у моря погоды, даже если он где-то далеко от вас. Не ждите его, он 100% вам изменяет. Где-то далеко надоели водить людей вокруг пальца. Девочки мои сладкие, ну, я, конечно, понимаю, я вот я понимаю, все это дело любопытства, да? Но я уже где-то говорила, я просто не могу и не хочу говорить просто из-за безопасности. Вот реально, безопасности и неполезности того, что я вам могу сказать. Вообще мои ролики и мой видеоблог, он скорее обо мне, да? Обо мне, вот что я чувствую, что я делаю, куда я хожу, что покупаю, как провожу время, мои мысли, мои принципы, да? Да, и не знаю, может быть, это кажется, что я покажу мужа там, да, или покажу там что-то там, расскажу более подробно, и вы как-то, может, как проверите, что ли, мои слова или еще что-то, что недостаточно говорить, что все хорошо у меня, все нормально, я контролирую все процессы. Не переживайте, ну реально, не переживайте, кто мне изменяет, что я жду у моря погоды, я счастливый человек, удовлетворенный, у меня все, что мне нужно, есть. Посмотрите других блогеров, да? Вот вы же видите, счастливый человек, зачем вот к нему туда лезть и узнать, как бы проверить, насколько ли он счастливый, насколько ли он вам врет. Вот, но если вы смотрите на меня и вам кажется, что я вру, ну не смотрите тогда. Если вам кажется, что мои принципы не соответствуют действительности, если вам кажется, что я говорю, что я счастлива, что у меня все хорошо на личном фронте, да, я не переживаю за то, что мой мужчина изменяет, или там я его придумываю себе, что у меня вообще крыша поехала, да, то есть, ну если вам так кажется, зачем вы смотрите? Ну, я не понимаю. Может быть, это вопрос самоутверждения тоже, но я говорю только то, что считаю нужным сказать и в личную жизнь допускаю до определенного момента. Вот. Привет, когда за новой машиной? Пока не знаю еще, когда за новой машиной, надо в доме все дела доделать и вот наладить еще один источник дохода. Так, Силен, почему не делаешь отколовшийся зуб? Я уже сказала это во влоге, что к моему стоматологу надо записываться заранее. Я сама, честно говоря, смотрю, блин, все время бесит меня. Но я как приеду с поездки, сразу сделаю. Силь, не хочешь поучаствовать в музыкальной интуиции на ТНТ? На самом деле, я смотрю эту передачу, она мне очень нравится, и задавалась вопросом, не хотела ли я бы там поучаствовать. Честно, я просто даже думаю об этом, и уже думаю, как я буду нервничать на сцене, там, просто пипец, как я буду нервничать. Плюс я до сих пор, вот реально, я до сих пор не могу понять, каким бы я была человеком там, да, который умеет петь или не умеет петь. Вот представляете, насколько я не уверена в своих вокальных способностях? Где я там? Которые умеют петь или не умеют? Там бывают выходят такие, которые так умеют петь, нереально круто, и думаю, не, я так не умею петь, понимаете? Конечно, выходят иногда, поют там вообще не в попа, думаю, не, ну я не так пою. И вот я нахожусь где-то между, ну, по своему взгляду. Поэтому нет, я не пойду туда. Сколько лет еще платить ипотеку? Сколько брала денег? Ой, 2,5 миллиона, по-моему, я брала. Сколько платить еще? Да год только плачу. На 16 лет взяла. Год только плачу, еще год. Счастлива ли ты, если не до конца, то что не хватает для счастья, чтобы ты хотела изменить в прошлом? В прошлом ничего не хотела бы изменить. Единственное, что касается вот некоторых людей в моей жизни, которые появились вот прям по моей глупости. И вот знаете, никогда ничего не хотела изменить в жизни, но с удовольствием бы не мирилась с тем человеком, с которым помирилась. Год назад, да? Вот реально, я бы вернула это и просто не сделала бы этой ошибки. Хотя, с другой стороны, я такой человек, который во всем ищет плюсы, да? И если бы не было этой ситуации, не выросла бы еще больше моя ценность в тех людях, которые находятся рядом со мной. И тех людей, которые реально очень ценны в моей жизни, и к ним нужно относиться более внимательно и трепетно. Милена пишут мне. Ну, Селена, Милена, одно и то же. Любовь без денег или деньги без любви? Что выбрала бы ты? Любовь без денег или деньги без любви? Ну, опыт показывает, что я бы выбрала деньги без любви. Потому что Любовь без денег у меня была, и она рассыпается через какое-то время. Она вообще длится только ровно столько, пока есть деньги. Потому что жить без денег, ну, как бы я еще не достигла такого уровня духовности, чтобы просто кайфовать без денег. Да, пока что вот мне деньги приносят счастье больше, чем приносит его Любовь. Ну, вот так вот, знаете, ну, в жизни так сложилось. Поэтому, когда я осознанно уже, знаете, там, в 29-30 лет шла на отношения, для меня был вот прям барьер такой, да, чтобы вообще знакомиться с молодыми людьми, это их состоятельность. Их состоятельность может быть не столько финансовая, но в голове, чтобы у человека были амбиции и желания зарабатывать, чтобы не было такого, что человек довольствуется малым, понимаете, там, или еще чем-то. И вот так сложились условия, что я нашла такого человека, который, как бы, мы можем довольствоваться малым, но при этом мы оба понимаем, что мы не хотим, и мы можем больше, и мы это имеем. Вот примерно так. И, ну, как бы, я нашла такого человека, увидела возможности, естественно, потом разрешила себе его любить, вот так. Я контролирую свои эмоции в этом смысле. Разрешила себе его любить, потому что посчитала, что он достойный, что мы, в принципе, жить без денег не будем с таким человеком. Сама себя знаю, дал мне возможности, где я могу самореализовываться. Я самореализовываюсь, чувствую себя прекрасно, как женщина, прям развиваюсь во всех направлениях, вот. И моя любовь, и вообще любовь к жизни, не только к человеку, она вот прямо пропорциональна, прям пока что финансам. Параллельно я стараюсь развивать такую, знаете, любовь, чтобы у тебя ничего не было, короче, и ты кайфуешь. У тебя ничего есть, а ты кайфуешь. Ты не можешь ребёнка сводить в нормальный детский садик, там, например, или поехать с ним куда-то, и ты кайфуешь. Ты не можешь купить себе вещь какую-то, донашиваешь старое, и ты кайфуешь. Я так, нет, не научилась ещё. Поэтому деньги без любви. Но знаете, какой бывает ещё момент, да, что сначала ты находишь человека, да, и ты как бы, как сначала обращаешься на его качество, на его финансовую составляющую, да, как он умеет зарабатывать деньги. Потом вы вместе проходите огонь, воду и медные трубы. И, конечно, в жизни может случиться всё. По-разному. То есть сегодня есть деньги, завтра их нет. И я человек принципиальный и благодарный. По своему опыту я, конечно, выбрала бы деньги без любви, чтобы никого не любить, а просто иметь финансы, да. Вот. Но я человек в жизни грамотный, поэтому у меня есть и любовь, и деньги. И вот следующий вопрос. Привет, что тебе нужно для счастливой жизни? У меня, в принципе, есть всё для счастливой жизни. Я чувствую себя счастлива. Но чтобы быть ещё более счастливой, можно ещё больше денег. И любимого ряда. Зелена, если бы ты поругалась с мужем, и вы перестали общаться от слова совсем, ну, три месяца, это точно, он первый не шёл на примирение, ты бы пошла. Ну, во-первых, у меня такой ситуации вообще просто не могло бы произойти. Это так просто. Я гипотетически умею думать, я просто говорю вам о том, что нет, всё решалось бы довольно быстро. Я не такой терпеливый человек, чтобы, знаете, сидеть три месяца. Ну, это значит всё. Как бы три месяца. Ну, для меня, если человек... Две недели, вот мы поссорились, и я знаю, что он не может позвонить в любой момент, или встретиться со мной, но он этого не делает, я считаю, что две недели, и всё, это значит, мы расстались. Я могу пойти на примирение только в том случае, если я чувствую за собой вину, если я чувствую, что я не права, что я обидела человека, что я поступила как-то неправильно принципиально, то да, конечно, я постараюсь решить, даже если человек на той стороне, там, допустим, в шоке от моего поступка и не хочет меня прощать, для меня принципиально важно просто внести ясность, выяснить всё, да, попросить прощения и так далее. То есть если человек меня осознанно после всего, да, после моих извинений, после моего осознания, что я была неправа там, да, не хочет меня принимать, ну, то есть я не навязываюсь, никогда не буду оббивать колени, слёзно просить, за что же, а как же я без тебя, у меня такого нет, вот. Но для меня принципиально важный вопрос именно выяснить всё. И это я буду делать, первый шаг, только если я считаю, что я не права была. Если я буду считать и убеждена в том, что был неправ человек, я не пойду первая на примирение, потому что, ну, это, знаете, это как прогибание. Если человек тебя обидел, поднял на тебя руку, там, я не знаю, послал тебя на три буквы, да, или принципиально какие-то взгляды у вас не совпадают, тебе вот надо так, а ему вот так, и по-другому у тебя не будет, ты непрогибаема, потому что это принципиально важный вопрос, к примеру, да. И вот вы на этой теме рассорились, разошлись, и ты понимаешь, что для тебя это важно, ты прогибаться не будешь, будет либо так, как ты хочешь, либо никак, да, вот для себя вы решили. Тогда какие примирения могут быть? Вы поговорили, не сошлись, разошлись. И тогда кто из вас готов поменять свою точку зрения, где-то прогнуться, не в плохом смысле, а просто, может быть, проявить свою какую-то гибкость в каких-то вещах, да, если может, то ты идёшь на примирение. А если не может, не хочет, не считает нужным, то ты не идёшь на примирение. Зачем? Потому что если ты идёшь на примирение, ну как бы ты же продолжаешь заставлять человека принять твою точку зрения? Нет. Я бы не шла, я не делала первый шаг. Зачем? А если он не делает, ну, значит, всё, мы расстались, ищем друг другу, ищем других попутчиков. Селена, мне интересно, хотела бы ты, чтобы Дэнни был похож на своего папу, например, занимался тем, чем он занимается, чтобы у него была такая же работа, что он не сможет видеться со своей семьёй. Слушайте, но в такие детали… Знаете, я всегда отталкиваюсь не от конкретных деталей, чтобы он не виделся со своей семьёй и так далее. Если он выберет в своей жизни какой-то такой путь, какую-то такую профессию, где ему придётся редко общаться со своей семьёй или ещё что-то, то это его выбор. Ну, как бы, я не хочу ничего желать ему такого, да? То есть каждый человек сам выбирает в своей жизни, а мы либо соглашаемся, либо нет. Ну, к примеру, да, вот мой муж выбрал вот такой вот путь в своей жизни, да, к примеру, а я либо принимаю это, либо нет, либо меня устраивает, либо нет. Это вы, может быть, со стороны все смотрите и думаете, ой, что-то это как-то не так, что-то это как-то плохо, а меня всё устраивает, я приняла все эти правила игры и пока что оно будет так. Нас обоих это устраивает. Если бы меня не устраивало, меня бы здесь не было. Если бы я не была счастлива в этих отношениях, меня бы здесь не было. Вот, поэтому, что касается моего ребёнка, я очень хочу, чтобы он был похож на отца, потому что у нас прекраснейший папа, у меня прекрасный муж, у него великолепные человеческие качества и это просто, это просто драгоценность, правда, в моих отношениях. Мой муж драгоценность в моих отношениях. И, конечно, я очень хочу, чтобы Дэнни был похож на него. И я хочу, чтобы его женщина точно так же доверяла ему, как я доверяю своего мужу, что он у меня умный, что он принимает правильные решения, что у него хорошая интуиция, что он не пойдёт куда-то делать какие-то плохие вещи, понимаете? Вот. Поэтому, а всё остальное, это уже, знаете, второе. Селена, привет. Расскажи, пожалуйста, веришь ли ты в астрологии, натальные карты, гороскопы и сейчас, это сейчас так модно. Да, это сейчас так модно и много чего сейчас модно, эзотерики и всего, но есть люди, которым я доверяю и вообще, в принципе, ну, я доверяю звёздам, почему нет? Мне кажется, что каждый человек, рождённый в определённое время, звёзды как-то могут говорить. Вообще, изначально я любила почитать там гороскопы, да, и всё такое. И начала даже свой гороскоп какой-то внутренний, вот часто, когда прямые фирмы ведём, девочки спрашивают, расскажи про мой гороскоп, что ты скажешь? А про мой? И если я начинаю говорить, то всё, про всех, и про мужа, про детей, всем интересный на тот момент. Я просто заметила, что мой опыт создал определённое видение гороскопа. И он, да, он совпадает с тем, что пишут в гороскопе про знак зодиака, да, там, дев, я даже бывала, дев, мужчин, угадывала. Я говорю, ты не дева случайно, потому что у них даже определённые фразы есть, когда ты спрашиваешь, кто ты по знаку зодиака, и тебе отвечают, угадай. Вот очень часто это говорят девы, они как будто флиртуют, что ли, понимаешь, кокетничают, я не знаю. Потом есть какие-то вот тоже, какие-то манеры, какая-то энергетика, ты просто чувствуешь энергетика, ты чувствуешь, как ты человека много, суетно, он какой-то раз-раз, вроде раз, узнаёшь, а это близнецы или львы ещё бывают, да. Ну, короче, как бы я за этим раньше следила, да, и у меня остались какие-то некоторые вот именно знаки, с которыми я сталкивалась, я могу о них прям вот сказать, да, что-то. И как правило, когда с другими начинаю говорить, всё-таки да, да, они такие, да, да, они такие. Это же не просто так, под звёздами родились. И натальные карты, вот у меня есть девочка, которая делает, да, она астролог, занимается прям у лучших астрологов, очень классно всё раскладывает. Она тоже буддистка, у нас взгляд похож, у нас один учитель с ней, поэтому я тоже как бы ей доверилась, знаю, что она, если делает, то делает это всё хорошо, добротно. Она сделала мне натальную карту, я её почитала, там чётко всё про меня просто, вот до точки, понимаете. И так как я знаю всё про себя, я бы для себя не делала натальную карту, я её сделала лично, вот просто прочитать и проверить, насколько чётко там будет обо мне. Чётко 100% просто. И после того, как она сделала мне эту карту, я решила, что я хочу сделать ребёнку у неё карту и мужу. Поэтому у меня есть натальная карта ребёнка, натальная карта мужа, и вот как бы какие-то даже там есть по воспитанию, по тому, куда ему пойти учиться, да, работать, как с ним общаться, вот на разных этапах возраста. То есть очень много подсказок таких. Характерно вот его, да, гороскоп и его дате рождения. Ну и с мужем тоже там чётко всё про него написано, так, как я его вижу. Всё в гороскопе написано. Поэтому, да, я доверяю этому. На сколько лет вы себя ощущаете? Я себя ощущаю на свой возраст, на 35 лет, скоро будет 36, я, в принципе, себя на него ощущаю. Есть ли какие-нибудь обиды из детства на маму, которые вы до сих пор помните? Если да, то какие? Обид нет. Я, конечно же, помню какие-то моменты, на которые у меня, может быть, были обиды, но в своё время я уже всё проработала. Я очень много проходила психологических тренингов, да, проходила. Вот. И были моменты такие, что я прорабатывала, так как рано не стало отца, там, да, и дети, которые выросли без отцов, да, не чувствуют защиты в детстве, я не чувствовала. Я раньше думала, что, знаете, как у девочки психологически большой такой вот, психологическая проблема, именно тогда, когда вот нету отца, и вот он бросил, там, рано ушёл, или не помогал маме, или там обижал маму, и траля-ля-ля-ля-ля. Значит, этот момент я проработала сначала, потом я пошла дальше, да, там, по психологическим тренингам, начала копать в сторону мамы, и никогда не думала, но у меня действительно были какие-то обиды, понятное дело, это у каждого ребёнка были какие-то обиды, и я уже забыла про то, что папу там не стало рано, и как он себя вёл, да, я начала вспоминать, ах, мама, вот, а вот здесь, а вот то. Я, конечно, сейчас не буду озвучивать, какие моменты мне могли там не понравиться, зачем это. Я их все проработала, и вот так, чтобы, знаете, вспомнить сейчас какую-то ситуацию, и обида, чтобы у меня там слёзки какие-то выступили, нет, это уже настолько проработано, что как бы забыто, и всё. Си, что для тебя считается изменой? Изменой, ну, ну, однозначно, что измена? Измена. Ну, детально, ну, секс с другой девушкой, влюблённость в другую девушку, провождение времени с другой девушкой, если я этого не знаю, да, что там с кем-то, да, влечение, страсть какой-то девушки, ну, для меня измена, то есть для меня измена, чтобы мой мужчина вообще чувствовал какой-то другой женщине, то, что должен чувствовать ко мне. Если я об этом и знаю, это для меня на уровне измены, потому что я номер один, мой мужчина должен любить только меня, хотеть только меня, я самая лучшая, то есть вот как-то так, и если я перестану это чувствовать, а не дай бог, я ещё узнаю, что есть какая-то девушка, которая может быть, ну, грубо говоря, мне заменой, без моего ведома, я об этом вообще ничего не знаю, там, да, ну, как бы это уже звоночки такие конкретные, это уже надо разбираться, вот, ну, а так, конечно же, там, я не знаю, поцелуи, интимные хора, интим, да, и всё такое, измена, не знаю, ну, конечно, ещё есть много всяких нюансов, деталей, как бы, я так просто поверхностно не смотрю на это, как ты не стесняешься на камере своего голоса, изображения, я терпеть не могу слушать свой записанный голос, ну, может быть, поэтому я и блогер, потому что я очень люблю, как я выгляжу, как я говорю, что я говорю, мне всё очень нравится, поэтому я, знаете, как бы, вам сниму видео, и в процессе кайфую, привет, Селена, как познакомились с Люсей, расскажи про вашу дружбу, а у нас есть видео на канале, совместное, вот, да, на вопросы-ответы мы там отвечаем, и как познакомились, и у неё есть кусочек видео, и у меня, прям, вот, наберите, там, Люси Ли, Селена Свой, Селена, как стать уверенной в себе, не бояться никаких трудностей, ну, вообще, надо работать, надо работать над собой, нужно, ну, если бы у меня были какие-то такие проблемы, то я бы не выходила из психологических кабинетов, я бы посещала разные тренинги на эту тему, постоянно, да, и, конечно же, все советы и практики я применяла бы в жизнь, и если вы очень этого сильно захотите, книги какие-то, да, там, на опыте, там, вот, прям проверяете себя, что ты должна делать, вот, делаешь, перебарываешь себя, всё это появляется со временем, просто нужно копать и работать в нужном направлении. Добрый день, если не блогерство, то в какой сфере хотели бы работать, какие профессии привлекают? Ой, не знаю, раньше думала петь, сейчас не знаю даже, не знаю, не знаю, не знаю. Не хотела ли частный дом? Не скучно жить в квартире? Просто я как человек с рождения живусь и в частном доме, не могу больше трёх дней находиться в квартире, хочется выйти в свой двор, наводить порядок на участки, элементарно, кошки и собаки побегать нормально, и очень много всего, что не перечислить. Вот про это очень интересно было услышать. Это как знаете, кто привык жить в квартире, тому непривычно жить в доме. Кто привык жить в доме, тому невозможно жить в квартире. Я человек квартирный, поэтому для меня очень непривычно жить в частном секторе. И вот, допустим, у меня была квартира в частном секторе, мне было с ней очень тяжело, и я поняла, что да, я хочу дом, хочу участок, всё круто, но когда рядом будет мужчина, чтобы этим домом занимался он. Я не хочу заниматься частным домом, и в квартире я себя чувствую очень комфортно. Привет, Селиян, ты всегда планируешь жить в Ростове, или когда-то сменишь город. Возможно, в будущем я сменю даже страну. Приветик, почему у людей так много злости, и как с такими людьми общаться? Устраиваюсь на новую работу, и там есть барышня Злюка. Мне как бы всё равно на неё, но боюсь, что будет лезть и мешать работе. Знаете, как эта поговорка есть такая? Врагов держи поближе. Попробуйте с ней подружиться. Во-первых, я уверена, что вы поймёте, что она не такой плохой человек. Злится она только потому, что она несчастный человек внутри. Что-то её не устраивает, поэтому это всё выливается в злость. Где-то может зависть какая-то, понимаете, человек не может контролировать свои вещи. Поэтому попробуйте с ней подружиться. Сделайте ей комплимент. Принесите ей шоколадку, не только ей там, а девчонкам всем и ей. Внимание больше таким людям. И увидите, что она не такая плохая. Ты считаешь себя хорошей мамой или замечаешь какие-то недочёты? Не в обиду. Мне кажется, что ты хорошая мама, как взгляд со стороны. Но хочется услышать именно твоё мнение о самой себе. Кстати, в предыдущем влоге, вот в последнем влоге, посмотрите, у меня там, прямо, не знаю, минут пять, наверное, есть, где я говорю о воспитании ребёнка. Вот в видео «Нервы и стресс», где диагноз, щитовидка, то, что мне там говорят, там я в конце говорю о воспитании, что это такой довольно большой стресс для меня. А в следующем видео влоге я как раз-таки говорю, что я имею в виду, что я очень хочу идеально воспитывать своего ребёнка и я вижу, что у меня не получается идеально. И я из этого стрессую. Поэтому, конечно же, есть у меня недочёт. Вопрос от Марины. Вы с мужем на двоих покупали квартиру? Или это чисто ваша покупка? Стоит ли вообще покупать вдвоём квартиру? Ведь всё непостоянно и мало ли кто-то решит разойтись. Ваше мнение об этом всё. Но я считаю, что у нас чисто моя покупка. Он мне, конечно, помог, но чисто моя покупка. Вот. Оформлено всё на меня. Но вопрос в том, что я бы, если вот так, мы сидим вдвоём с моим мужем и думаем о чём-то, что-то сделать, да, то я бы, конечно, на берегу эти вопросы все решала бы, да, как мы будем, как мы будем её брать, как мы будем оплачивать. И, ну, вообще, если это ваш близкий человек, который заботится о вас, о вашем будущем, там, и так далее, то он тоже будет решать всё на берегу и лучше всего это всегда подкреплять всё документально. Вообще, взрослые люди, они, на самом деле, в курсе того, что сегодня мы любим, завтра ненавидим, сегодня мы дружим, завтра мы рассорились. Поэтому надеяться только на то, что всё будет всегда хорошо, это как бы неправильно. Поэтому стоит сесть и поговорить, что будет в этой ситуации или в этой ситуации, а в этой. В этом смысле не нужно смотреть через розовые очки и непонятно что, как бы надеяться на то, что будет всегда ровно, и ничего не изменится. Я бы всё документально подтверждала бы. У тебя есть предел твоей самореализации? Насколько высоко ты поставила планку своих жизненных целей? Девочки, не поверите, максимальная планка, то есть максимальная планка, ну вот, моих жизненных целей. Какая может быть максимальная планка? Не в материальном мире. В материальном мире я себе вообще даже планку и не ставлю, как бы, да. Мне главное, чтобы жить комфортно, чтобы я себе ни в чём, ну как бы, не отказывала, да, так, чтобы мне прям по душе это было. Не могу я купить себе эти кроссовки и хожу такая, мучаюсь. Нет, я хочу позволить их себе. Понятно, что там яхты, там какие-то огромные дома, я даже, может быть, этого и не хочу, может, я где-то этого и боюсь, а потом думать, что тебя ограбят там где-нибудь, да, или там носить с собой большие суммы денег, когда там вращаются большие суммы денег, и ты думаешь, ну как бы, понимаете, да. Мне кажется, вообще люди, которые зарабатывают очень много, они живут в неком таком напряжении, другом. я бы хотела, чтобы у меня было чуть более больше денег, чем достаточно, вот так, вот, и чтобы, я бы не хотела своими финансами кого-то удивлять, чтобы у меня какие-то были такие деньги, чтобы я прям удивляла. Я знаю, как сейчас могут зарабатывать люди, какие деньги имеют, какие квартиры покупают, какие деньги тратят на многое, да, мне не обязательно это для счастья, то есть, мне сейчас хорошо, ну, хотелось бы чуть больше, да, вот было бы хорошо, если бы я квартиру могла просто эту купить, да, не без ипотеки, да, ну, что такое 2,5 миллиона вот там доплатить, это на самом деле ничего, кто знает, да, это что, деньги, если эти наличные иметь, они разлетятся там очень быстро, и также машина там полтора, два миллиона, два с половиной, тоже не такие большие деньги, там, в месяц там полмиллиона дохода, это тоже такое себе очень, для кого-то это вообще минималка-минималка, там, выживание, для кого-то это, конечно, космос, есть люди разные, но я бы хотела где-то вот просто чуть-чуть больше иметь, чем достаточно, это что касается финансов, то есть, ну, материального такого, хотелось бы просто в будущем иметь какой-то доход, который не зависит от твоего вклада, да, чтобы ты мог спать, а оно работает и приносит тебе деньги, и вот так вот к пенсии нормальный такой приход, понимаете, чтобы не нужно было там где-то стоять на ногах, или где-то сильно бегать, да, или вот вообще бодрствовать вот так вот, чтобы деньги твои шли, чтобы ты был привязан к одному какому-то месту, вот, да, вот в материальном мире хотелось бы вот этого, вот такая вот планка, чтобы что-то работало вне зависимости от тебя и приносило тебе хороший доход, вот, можно чуть больше, чем достаточно, ну, или хотя бы достаточно, достаточно, вот, вот, а в духовном мире, да, и вот саморазвитие внутреннего такого, то это максималочка, то это максималочка, вообще осознанно перейти в следующую жизнь, а лучше достичь просветления на благо всех. Так, Ирина спрашивает, Селен, расскажи, пожалуйста, про свой частный дом, в котором ты жила, когда начинала блогерскую деятельность, ты его сама покупала, вернувшись из Москвы, или он тебе по наследству достался от кого-то, если покупала сама, или заработала на него, или помогли, ну, я и сама заработала, и мне помогли, стоила эта квартира вообще недорого, миллион триста, тогда, и, ну, я насобирала, не знаю, ну, там, за последние пять лет, собирала, собирала, собирала по чуть-чуть, и насобирала, и на самом деле, это было мало, я хотела больше собирать, я хотела больше квартиру купить, но просто настал такой период, уже такой, знаете, уже переезда из Москвы в Ростов, там, и так далее, и как-то был еще момент такой, что нужно было брать квартиры, все прям брали квартиру, что там падало, рушилось, с рынком, я не помню, и я прям приехала в Ростов, и скорее купила квартиру, и подумала, что это будет мне дополнительный такой доход, я туда поселю квартирантов, и будет дополнительный доход, ну, в принципе, так и было, какое-то время, да, год, наверное, там прожили квартиранты, ой-ой-ой, больше не хочу квартирантов вообще никуда пускать, вот, и, и все, а потом я приехала, и, в принципе, потом, через там, сколько там, сколько я в ней прожила, я не помню уже в этой квартире, я ее продала за столько же, за сколько купила, как-то рынок и не вырос даже, и ничего, и это был мой первый взнос потом на квартире. А вот еще вопрос, Селена, расскажи про покупку недвижимости братом, смог ли он за эту сумму купить такую же квартиру, как у тебя? Нет, мы очень хотели, на самом деле, да, но по финансам, к сожалению, не потянули такую квартиру, как здесь, такую бы квартиру точно вообще не взяли бы, можно было бы взять квадратуры, поменьше, это, скорее всего, была бы однушка, и она бы была полностью без ремонта, то есть, понимаете, да, а то, что одобрили, то, что было там по первому взносу и так далее, ну, была определенная сумма, и нужна была квартира с ремонтом, нужна была квартира по квадратам, побольше, да, чтобы были немаленькие какие-то, ну, какой смысл брать что-то, менять шло на мыло, ну, как-то просторно должно быть, да, там, кухня побольше, чем была, комната, чтобы было две, чтобы были просторные, большие комнаты, да, там, и, конечно, здесь у нас в ЖК цены космические, я на самом деле, когда брала эту квартиру, я сама брала все впритык, просто впритык, у меня оставалось там 150 тысяч где-то, да, на то, чтобы, ну, у меня еще просто доходы были определенные, да, и я зарабатывала, и муж помогал, то есть было все, ну, как бы не сразу в раз сумма, а там подождешь, подождешь и сделаешь, подождешь, подождешь и сделаешь, то есть, ну, какие-то доходы были, у нас и бизнес был, мы там его закрыли, потом другой открывали, но, в общем, какие-то доходы все время были, и я тоже какое-то время жила абсолютно здесь без ремонта, положила линолеум, покрасила белые стены, главное, туалет и в ванну сделала, и все, и как бы такое все было, да, соответственно, это все и деньги, и вклад, а когда ты живешь, и у тебя зарплата вся впритык, у меня как бы были свободные деньги еще, да, какие-то, я могла вкладывать в квартиру, а когда ты живешь, и как бы все, все расписано, да, и просто свободных денег очень сложно найти, а здесь, извините меня, вкладываться и вкладываться в квартиру, то есть они могли бы купить, может быть, квартиру, но, опять же, они купили бы меньше, и долго бы еще, вот, без ремонта жили бы, вот, поэтому, ну, мы решили так вот, да, все подумали, решили, что лучше взять тоже недалеко, здесь не обязательно такое ЖК там брать, и пусть это будет первым этапом, главное вырваться из той квартиры, где они жили, они вырвались, они молодцы, квартира замечательная, я бы сама в такой жила, честно, она прям хорошая, подъездик чистенький, райончик тихенький, вообще, там люди такие живут, вот прям райончик такой, знаете, вот прям тихий-тихий, классный, садики рядом, цветы, сады, дворы, все круто, остановка рядом, вот, классная, ну, и живут они рядом здесь, поэтому, пусть такой будет первый этап, очень много людей сначала вкладывают деньги, а потом продают и покупают что-то лучше, вот когда они выплатят ипотеку этой квартиры, потом они смогут взять вообще еще круче, и может быть еще лучше ЖК, чем этот, вот, у нас очень, да, подорожали, очень подорожали, вот, например, я свою квартиру, сколько она там у меня, моя квартира вообще стоила 4 миллиона 200 изначально, а когда я уже пришла ее покупать через месяц, я же другую квартиру хотела, когда я пришла ее покупать, на нее была скидка еще, она говорит, а вот у нас еще и скидка, и в итоге она там, миллион триста, миллион, ой, миллион, 3 860 или 3 870, где-то так она уже у меня была, представьте, у меня хорошая скидочка была, 350 тысяч где-то, да, 300-350 тысяч скидка была, а сейчас мою квартиру можно продавать смело за 6 с лишним, она уже стоит только 6 с лишним, она уже выросла сразу, во-первых, инфраструктура тут сразу, понимаете, садик открылся, выросла, у нас тут магазины просто на каждом шагу выросла, и как бы все вот это, конечно, играет роль, да, мне сказали, что уже 6 с лишним стоит, такая квадратура, как у меня, плюс ремонт какой-никакой, да, будут ли в дальнейшем видео с дьяволиной, но мы постараемся, я не против, веришь ли ты в то, что душа вечна, если да, то кем бы ты хотела быть в следующей жизни, мужчиной или женщиной, и в какой стране ты бы хотела родиться, насчет вечно-не-вечно, вообще ничего вечного не бывает, я так считаю, и душа тоже, вот, у меня просто в моем взгляде на жизнь оперирует больше не душа, а ум человека, который перерождается из жизни в жизнь, вот, и от того, где он окажется, окажется, в какой жизни, и кем он будет, мужчиной, женщиной, кошкой, насекомым, там, или еще кем угодно вариантов, да, и в каком мире он родится, в какой стране, какие будут у него родители, это все определяется его кармическими, его кармой, да, его вот поступками из прошлого, да, что касается, кем бы я хотела быть, если я буду перерождаться в следующую жизнь, то, в принципе, меня вот все устраивает, да, меня устраивает, что я женщина, меня устраивает мой взгляд на жизнь, меня устраивает те направления, в которые я иду, устраивает. Лен, если бы случилось чудо, и тебе дали возможность на один день вернуться в свое прошлое, и пережить его снова, куда бы ты вернулась? Куда бы я вернулась? Что-нибудь из детства, наверное, бы хотелось. Знаете, куда бы я хотела? У нас есть фотография, цветная, такая, я не знаю, есть она еще или нет, и мы там вчетвером стоим, Виталька малюсенький такой, я такая, не знаю, возраста, наверное, как сейчас, Дэнни, ну, может, чуть постарше, папа и мама такая, во всем черном там стоит, и мы где-то возле солнышка, недалеко, я часто вот, солнышко, это торговый центр там такой у нас, и такое солнце светит, и мы как-то сфотканы вот так вот, да, я как-то часто вспоминаю некие какие-то ощущения, но они такие очень размытые, знаете, вот как во сне, ты проснулся и забыл, вот что-то такое, что какая-то радость была, мы едем куда-то в центр, что-то такое невозможное происходит, у меня какой-то мишка, вот такой оранжевый в руках, что-то происходит, честно, я бы вернулась в тот день, и хотела бы уже, вот так более осознанно, да, а почувствовать, что я там чувствую, что мне там нравится, о чём я думала, да, мой братишка, вот, да, который всё время там убегал, а я бежала там за ним, мама, мама там, вот в тот день хотела бы вернуться. Какой поступок в своей жизни ты считаешь самым благородным, за который ты внутренне гордишься собой, и наоборот, за который тебе больше всего стыдно, какой поступок, за который я горжусь, я даже не знаю, у меня вот на ум ничего не приходит, и стыдно, чтобы прям было, тоже ничего на ум не приходит, я, видимо, стараюсь держать что-то такое среднее всегда, что каких-то вспышек, особенно, чтобы я вот так прям гордилась, благородные ещё, наверное, благородными поступками вообще не гордятся, их просто делают, и всё. А то, что стыдно, наверное, я и не делаю того, чтобы мне было стыдно, если честно. Стараюсь не делать, а уж если делала, то, наверное, сразу забыла. Денис, Елена, расскажи, а вы хотели бы выпускать свою линию одежды, как дизайнер? Ну, почему бы нет? Только с помощью дизайнера, профессионального. Как относишься к раннему половому воспитанию детей? В каком возрасте будешь Дени рассказывать о сексе и будешь ли вообще или сам узнает, как это было часто в нашем детстве? Слушайте, наверное, когда я увижу потребность в этом, да, может, какие-то вопросы или ещё что-то, ну, буду разговаривать с ним как со взрослым, если его это будет интересовать. Привет, Селена, как относишься к интиму без обязательств, если оба человека свободны? Недавно с другом выпивали, после произошёл интим. Мне не стыдно, я получила удовольствие, а он сказал, что ему стыдно и прекратил общение. Не понимаю, почему так. Я не жду после этого от него отношений, как у пары, но дружеское общение, как у нас было раньше, терять не хочется. Он перестал отвечать, либо отвечает односложными фразами. Видно, что не хочет общаться. Неужели всё, и дружба кончена? Ну, вообще, очень странно. Вообще, очень странно. Знаете, очень сложно, очень сложно вот так прочитав вот это всё, сказать однозначно, что там у вас. Вообще, если бы я была как женщина на вашем месте, то даже уже дружась с человеком, я бы прекрасно понимала, что между нами происходит. дружба может быть, но всё равно вы можете понимать, если у вас случился интим, то, наверное, у вас было какое-то влечение друг к другу, да, а может, оно было давно, а может быть, человек к вам испытывал какую-то симпатию, понимаете, а может, он просто вас хотел и дружил ради того, чтобы переспать, а сейчас переспал, ему вот там что-нибудь неинтересно стало, к примеру, да, ему теперь стыдно, а может, он наоборот вас любит, да, испытывает, а вы ему такие, ой, не обязательно мне там пару, а может, он обиделся, понимаете, вы как женщина должны это чувствовать. Вообще, конечно, очень странное поведение мужчин такое, я вообще не люблю таких вообще людей, мужчин, которые вот так вот без ответа всё, да, хотя бывают люди, которым отвечают, отвечают, а они просто не понимают, да, или они просто не слышат то, что они не хотят слышать. Можно просто попробовать встретиться, поймать этого человека где-то и поговорить с ним конкретно, что за причина, а так, да, может быть, ваша дружба и основывалась-то всего лишь на том, чтобы когда-то переспать, а переспали и всё, так тоже бывает, а может, это что-то большее, поэтому по возможности поговорите откровенно, ну просто, ну что такое, ну вот реально, честно, по-чесноку, давай внесём ясность, ну что это за бред какой-то, ну просто поговорим, внесём, я там не буду навязываться в дружбу, не буду навязываться в отношениях, просто интересно, как это работает вообще, да, дружили-дружили, переспали, а теперь односложные, ну как бы, может, я что-то сделала не так, или что, ну как бы, призовите человека к тому, что вы же не такой плохой человек, который не достоин просто ответа, а достоин такого игнора, а может, вы что-то плохое сделали, знаете, бывает, выпивали, извините меня, накосячили там по пьяни, вели себя как-нибудь, некрасивая, ему стыдно, такой думает, ё-моё, такое бывает, и всё забыли, вот такие дела, а может, вы девушка, его друга какого-то, ему стыдно, всё, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео, надеюсь, мои откровения были для вас интересны и полезны, увидимся в следующем видео, всем пока-пока, субтитры сделал DimaTorzok